Привет, друзья! С вами канал Одна Австралия. Я Александр Петров. И давайте поговорим о тех факторах, которые влияют в пользу или во вред, скажем так, австралийского образования. То есть образование для иностранных студентов в Австралии. Заметьте, мы говорим всегда об образовании иностранцев. Потому что какой нам смысл говорить об образовании местных студентов, даже если это такие студенты, как я? Это абсолютно никоим образом не влияет на тот процесс, на тот, если хотите, бизнес, на то дело, которым мы занимаемся. Мы говорим о том, как и что влияет на процесс именно образования иностранных студентов. Или более детально, студентов из России. Потому что очень много говорят о каких-то студентах и акцентируют внимание на студентов из Китая или из Индии. Это в действительности две страны, которые дают две трети всех студентов или две трети всех доходов от иностранных студентов в Австралии. Но мы так говорим о вас. Явно вы не студенты из Индии и Китая. Поэтому есть определенные факторы. Первым фактором является наличие 485 визы. Это то, что отличало Австралию и Новую Зеландию выгодно от США, Канады от Великобритании. США остались в своем гордом одиночестве. А вот, в общем-то, Соединенное Королевство, то есть Англия и Канада ввели себе вот эту 485 визу. И резко увеличился наплыв студентов в Великобританию. А вот количество иностранных студентов еще до коронавесия, которые ехали в Австралию, уменьшилось. То есть это тогда уже был такой звоночек для нашего правительства. А сейчас, сейчас, ну естественно, это не звоночек. Это как будто посадить человека в колокол и удариться всей дуре кувалдой. Он там просто, я не знаю, или сойдет с ума, или оглохнет. Вот в таком состоянии находится сейчас оборудование в Австралии. Но 485 виза, это было наше соревновательное преимущество. И, ну по крайней мере, перед Соединенными Штатами оно у нас остается. Вот перед Канадой и Англией его у нас уже нет. Дотем, очень немаловажный фактор, это возможность подработать. Я бы сказал, что для наших студентов это самый главный фактор. Стоимость обучения, ну пускай она варьируется для каких-то базовых специальностей от 12 до 50 тысяч долларов. Разница, давайте посчитаем, ну 52 допустим, сделаем. Разница в 40 тысяч. Да, 40 тысяч это много. Но 40 тысяч это то, что можно заработать, можно заработать и больше, раза в полтора, может даже и больше, если вы работаете в Австралии. Или вы не работаете где-то еще. Поэтому, ну естественно, такая сильная разница, она не встречается обычно. Но 1020 в легкую компенсируется тем, что в Австралии можно дорабатывать. И дорабатывать-то без ограничений. Вы можете себе Australian Business Number сделать или Australian Company Number, то есть открыть свою компанию. И вы обходите ограничения в 40 часов в 2 недели, да, Fortnite. Соответственно, этот хитрый, в кавычках, план знают все, в том числе и само государство, которое это же и внедряло, чтобы студенты умело все это обходили. Все хитрости, которые мы знаем, это все то, что уже до нас придумано самим государством, которое нам позволяет его обмануть. А вот в Новой Зеландии не так. И, соответственно, могу сразу заявить, ни при каких условиях Новая Зеландия не выиграет у Австралии, если иммиграционная политика не будет изменена кардинально. Ну, например, в Австралию не будут пускать людей, а в Новую Зеландию будут. Что маловероятно. А так как обычно эти две страны, они между собой делают какую-то паритетную, какую-то близко миграционную политику. Но Новая Зеландия для иностранных студентов не разрешает работать по ABN, ну или их аналогу, то есть открытие бизнеса и его функционирование таким образом для иностранных студентов. Соответственно, Новая Зеландия всегда при всех обстоятельствах проигрывает в чистую Австралии. Надо это признать. Затем, стоимость обучения. Ребята, я уже сказал, что при наличии работы это как-то нивелируется. Ну, как это как-то? Я вам скажу простой пример. Вот вы едете учиться на магистратуру той же самой бухгалтерии или IT. Вам необходимо в тот же самый Kingston институт проплатить вместе со страховкой, ну, вы, допустим, одиночка. Изначально 10 тысяч, ну, 12 тысяч с визовым сбором, может быть, медкомиссия с билетами, да, 12 тысяч. А вот если вы подаетесь, допустим, в институт Мельбурна, то вам надо будет заплатить сразу порядка 30 тысяч, 32, может быть. То есть разница в 20 тысяч долларов. Соответственно, каким образом вы можете найти эти деньги? Я вам могу сказать, что наш рынок очень price sensitive. То есть мы очень чувствительны к цене, просто потому что, если человек даже может и хочет себе позволить более дорогое обучение, то тот слой населения, который может найти в кармане, ну, предположим, 15 тысяч, и который может найти в своем кармане 40 тысяч для единомоментного вброса, будет как, ну, 10 к 1. Соответственно, стоимость обучения это фактор, который надо обсуждать, но он который, в общем-то, и не требует обсуждения. Это какая-то аксиома. Перспективы иммиграции. В этом случае можно говорить, что в Австралии, как и, наверное, в некоторых других странах, например, в Канаде, региональная иммиграция рулит. Мы знаем вот эти вот штаты, там Манитоба, по-моему, что-то еще, они дают более удобную иммиграцию для своих выпускников. И не только выпускников, вообще для людей, которые приезжают. Но в Австралии это очень резко выражено. То есть, если вы находитесь вот где я сейчас нахожусь, в Виндзоре, да, и если вы просто здесь живете и нашли работу, то вот вам и ваша иммиграция. То есть, вам нет особых требований по английскому языку. Но немножко это будет дольше. Да, это реально не три, наверное, года четыре на это уйдет, но вы иммигрируете. Соответственно, мы сдвигаемся в регион. И здесь очень важно, кто мы. Если мы говорим о тех людях, которые вам реально помогают даже просто с аккомодейшн, с возможностью увидеть этот регион изнутри, а мы же работаем и с Араной, допустим, с Даба, с другими регионами, ну, уже в меньшей степени, то это уже не чужие для вас территории. Вот начнем даже с вот этих видеороликов. Скажите, сколько вы видели видеороликов, которые были сняты из района Виндзора, Ричмонда, Малгрейв, Блайпарк, Питтаун и так далее. Даже, кстати, места рыбалки тоже эти же самые. Фактически вы видели уже, наверное, несколько сотен, если не с полтысячи роликов, которые запечатлели эти окрестности. Плюс, наверное, еще две тысячи роликов снятых здесь, где так или иначе я все-таки что-то упоминаю из этой области. То есть для вас региональная Австралия, она не чужая. Соответственно, для тех людей, которые вне нашего круга какие-то студенты, других агентов, ну, кроме Students International, да, потому что это почти как и наши студенты, они будут получать и получают, в общем-то, ту же самую поддержку. Соответственно, если вы подаетесь каким-то агентам, которые находятся где-нибудь там в Новой Зеландии, в Тасмане, в Новосибирске и так далее, в Праге, в Москве, то вы должны понимать, что у вас не будет никакой поддержки. И, соответственно, региональная эмиграция зависит, вообще, значит, эмиграция в Австралию будет зависеть от вот этих вот факторов, вот таких маленьких, которые складываются в очень хорошее основание вашей будущей эмиграции в Австралию. Поэтому, вне всяких сомнений, в вопросах эмиграции в Австралию и то, что это региональная, мы здесь просто добавляем нашу копеечку, наши пять копеек, грубо говоря, которые перевешивают любую другую компанию, любую другую страну, если хотите. И здесь надо упомянуть еще об одном немаловажном факторе. Я всегда говорил, connections, связи. Связи — это то, что делает вашу работу, делает вашу эмиграцию, делает ваш приезд даже сюда порой. И ваше оставание очень более возможным, чем для любого другого человека или для вас в другой ситуации. Например, вы когда сюда приезжаете, я рекомендую, чтобы у вас адрес был в одном из трех-четырех мест Австралии, где члены парламента являются, в общем-то, моими друзьями. Они не делают ничего незаконного. Они просто помогают вам, потому что вы живете в этом районе. И они, кстати, обязаны вам помогать. Но то, что они обязаны, они обычно не делают, если это какие-то посторонние люди. Например, если вы где-то живете в том же самом Квинсленде, ну идите, пойдите, попробуйте, чтобы иностранному студенту помог какой-нибудь член парламента в Квинсленде. Я хочу посмотреть на это. Или в Виктории, или в Тасмании. Вы с этим столкнетесь, когда вы будете решать ваши проблемы и вы попытаетесь копировать. То есть вы будете решать какие-то моменты вашего обучения, ваши визовые моменты. И вам просто скажут, мы этим не будем заниматься. Вот у вас есть департамент эмиграции, пожалуйста. Он даже не подскажет, что надо обращаться к обменсмену. Поэтому наличие отвязей, это то, чем я горжусь. И то, что мы реально делаем. Многие ребята уже воспользовались этими возможностями. И это далеко не ерунда какая-то. То есть это существенный момент, который является важным критерием выбора вашего обучения в Австралии. Вы едете с Петровым, вы едете в Лойц или в Кои и так далее. Но, как говорят, generally saying, то есть в общем-то вы же едете учиться в Австралию. Таким образом обучение именно в Австралии для вас становится приоритетным. То есть это и есть критерий вашего выбора в сторону обучения в Австралии. Для чего все это я говорю? Я хочу, чтобы то, что у нас было до этого, оно и развивалось. Чтобы наш студент был грамотнее, намного грамотнее любого другого студента в среднем. И чтобы существовала система взаимоподдержки учебных заведений, агентов и студентов, и членов парламента, и преподавателей, и менеджеров, короче, всего вот этого механизма, чтобы он на данный момент уже не создавался, а укреплялся, прирастал, развивался. Поэтому понимание самого процесса, понимание вашей роли в этом процессе очень важно. И поэтому я и говорю о критериях в пользу Австралии, потому что в действительности я хочу, чтобы вы выбрали страну для вашего обучения, Австралию. И не только потому, что я на этом зарабатываю деньги. Многие люди, многие подписчики, многие коллеги-ютюберы пытаются мне тыкать в нос тем, что я с этого имею деньги. Я веду этот, если хотите, бизнес и этот канал так, как обычно образовательный иммиграционный агент его не ведут. Я делаю то, что направлено не на то, чтобы я зарабатывал деньги, или, скажем так, не только на это, а на то, чтобы создавалась система, которая поддержит всех нас. И в первую очередь вас, дорогие друзья. Поэтому оставайтесь на нашем канале и поддерживайте нам, потому что этим вы поддерживаете самих себя. Спасибо.